Так, значит, не смотря на то, что следующая тема, тема уровня архива, да, архи, в, то есть, нечто такое довольно высокое, важное, которое можно добавить внутрь и сохранить, вот, но тем не менее, в связи с тем, что, в общем-то, будет пояснена этимология слова, в общем-то, в большинстве аспектов, да, в общем-то, назовем его, как-то таким образом, да, и, соответственно, поговорим о таком слове, как «возрежать», в слове понятия сегодня это дело не особо употребимо по целому ряду причин, да, потому что, в общем-то, с одной стороны, культура эта утрачена, да, культура росов утрачена, даже культура росов это дело содержала, содержала, я напомню по ходу дела, вот, а сегодня такое слово, как «возрежать», в общем-то, заменено, как лежать, полусидя, да, или там сидеть полулежа, вот такие вот полу-полу, эти самые полумеры, да, как это нынче принято, значит, ну, изначально, да, возрежать, я напомню, там, в базе понятия «воз», да, «воз» это много, «воз» это много, ну, я рассказывал, я это самое, напомню, да, у нас есть некая «в», да, которую наполнили, да, чем-то, в результате вот этого движения, да, чем наполнили, вот что, чем наполнили, вот этих вот ребят, вот этих вот ребят, их там очень много, очень многие, вот это вот понятие «много-много-много-много-много», да, да, и ты повторяешь и рассказывай, как много говна получилось, вот, вот это вот понятие, оно, собственно, она лежит в источнике, в понимании, что такое много. Ну, много это до сена, это десятки, а порой там до сотен миллионов. Особенно, если новый, новый во всех смыслах этого слова, новый молодой. Значит, и, соответственно, у нас есть понятие рост. Ну, базилица в основном что? Камни много не наберешь, а много набирает сено. И вот, вы сами понимаете, сено, оно, в общем-то, очень похоже, да, на вот этих вот ребят, да, которых много, которые наполнили В, вот. Ну, и, соответственно, сам принцип, да, сам принцип, да, что у нас есть некая В, которая с этими О, да, она там ездит туда-сюда. То есть, в принципе, да, оно ложилось под это понятие однозначно во всех вариантах, что, собственно, и свойственно к какому-нибудь процессу, как, да, есть что-то, да, и ему соответствует какое-то там слово, да, набор, набор звуков, отражающих и этимологию внутреннюю, и соответствие внешних символов, и тому подобное. Поэтому со словом ВОЗ и понятием ВОЗ должно быть понятно. Поэтому мы, собственно, идем дальше. У нас есть слово ВОЗЛЕЖАТЬ, вторая часть слова, да, слово составное. Да, ЛЕЖАТЬ. ЛЕЖАТЬ. Ну, сейчас мы не будем в основном даваться в подробности, что значит ЛЕЖАТЬ. Вот, ну, хотя, в принципе, да, у нас, в общем-то, понятно, что у нас есть ЛЕ, да, и вот, что интересно, вот это ЛЕ, это ЛЕ, это ЛЕЖАТЬ. Это ЛЕЖАТЬ непроста, да, ну, слово ЖАТЬ, понятно, ЖАТЬ, да, на сути, СОБИРАТЬ, да. Причем, что такое СОБИРАТЬ? СОБИРАТЬ ЖИЗНЬ для ТЕЛА, да. Ну, вот, вот ЛЕ, ЛЕ, нам все это дело, Малина, может немного подпочтить. Просто есть периоды, периоды времени, состояния организма, когда вот это ЛЕ, это большое излучение. Много полезного для состояния тела, полезного, исходя из времени суток, времени года, да, и тому подобное. Вот, есть периоды, когда ЛЕЖАТЬ, ЛЕ, означает, много и хорошо СВЕТА поступает тебе. Да, а есть период, и этого периода, да, 90%, если не больше, период, когда ЛЕ, это, это слабый, да, ЛЕ, это слабый, ЛЕЖАТЬ. Вот, и в данном случае ты наоборот, да, оставаясь в таком положении, ты слабеешь, ты, ты теряешь уже свой цвет, свою энергию. Вот, это очень важно для понимания следующего смысла слова «возлежать». Вот, значит, возвращаемся к первому, чтобы возлежать. Базовый смысл, да, уровня руслов. Но вы понимаете, что телега, сено, какое-никакое, там, в качестве постоянно возимого, да, чтобы на нем располагаться. И дальняя дорога, дорога, ну, мягко говоря, не асфальтированная, да, ям на яме, среди ямов, вот. И, соответственно, много времени, да, естественно, ты, лучшее положение, это лёжа. Причём, лёжа понятно, что тебе нужно вправить кобылой, вот, смотреть там по сторонам, чтобы не набежали влюбление ставить, вот, ну, в любом случае, да, просто лежать ты не будешь в небо смотреть, ты, собственно, занят движением, ты водитель, ты гравит, да, как ни крути. Поэтому, собственно, лежание, да, оно, как вы понимаете, да, оно было вот такое, там, пол-лёжа-полусилия, да, там, там, что-то где-то, вот, там, ноги, тут, там, кобыла, туда-сюда. Вот, вот это вот слово «возлежать», слово «возлежать» фактически означало вот это положение лежать на лозу, да, лежать на лозу, одновременно ты выполнял две функции, да, лежал и, как бы, руководил лошадью, смотрел по сторонам, да, это то, что вот, можно сказать, сегодня пол-лёжа-полусилия. Вот это положение «возлежать». Идём дальше. О чём эта речь? Значит, вот, возвращаясь к тому, что уже сказано, мы приходим к ситуации, что нужно лежать. Ну, вот, давайте, я в данном случае попытаюсь рассказать вам вот эту динамику, да, динамику роста, динамику роста, вот, от труса к росту, вот, значит, и что получается, что получается, что, ну, вот, тяжело как-то скомпоновать это дело и исходить из своего опыта, да, ну, фактически, там, на сегодняшний день. На сегодняшний день я ложусь спать, ну, там, грубо говоря, там, с 9 до 10, да, там, в среднем 9.30 я засыпаю, вот, там, в крайнем случае в 10 часов вечера, вот, значит, ну, и, собственно, я просыпаюсь, там, в крайнем случае наиболее рано, да, это, там, час-час 30, да, наиболее поздно это, там, 3-3.30, да, поэтому в среднем я сплю, ну, не больше 5 часов, да, даже если посчитать минимум и максимум это расстояние, получается 6, ну, такого никогда не будет, если ты раньше лег, то ты, как минимум, чуть раньше проснулся, да, вот, соответственно, что получается, что, по-разному, да, от 3 до 5 часов, как правило, да, там, большинство дней, если я не сзади чем-то другим, да, что-то, да, не это самое, не уперлась в голову, да, и чего-то, не это самое, не роял, значит, вот, от 3 до 5 часов я сплю, значит, что происходит потом, а вот потом очень интересная ситуация, дело в том, что, да, ты проснулся и, собственно, оставаться в положении лежа, да, я напомню, что, как нужно спать, хочешь, не хочешь, да, если ты вышел на какой-то, вот, вот, рост, рост уровня раса, уровня раса, вот, то, собственно, да, и идешь выше, то у тебя ситуация следующая, ты спишь только на спине, вот, не потому, что так положено, не потому, что так написано, не то, что там кто-то так рекомендует, ты по-другому же не можешь спать, тебе по-другому некомфортно, и здесь, в общем-то, это целая история, почему так, да, а почему там у вас наоборот, это связано с целым набором факторов состояния здоровья, в том числе и, да, вы там, если что-то нажрался на вечер, естественно, он на спине не может спать, у него то, что он сожрал, или там то, что еще не выкакал, да, ему это все дело давит, давит сверху вниз, поэтому, кроме как на боку он не может, а это в лучшем случае, а в лучшем случае, да, там, практически на животе, полу на животе с одной стороны, полу на животе с другой стороны, да, это вот, как бы, такое состояние крайнего нездоровья, оно проявляется во многом, да, вот, что касается сна, это вот таким образом, значит, здоровый человек, который, в общем-то, пошел в рост, да, он спит на спине, у нас, я вам рассказывал, у нас, собственно, в русском языке прямое указание, на чем надо спать, спит на, да, и, собственно, вот то, что там, вот это сзади, оно так и называется, то, на чем нужно спать, значит, и, когда проснулся, когда проснулся, оставаться в таком положении, ты долго не можешь, в чем дело, в чем дело, в чем дело, что происходит, что происходит, ну, во-первых, это неприятные ощущения, неприятные ощущения, энергетические неприятные ощущения, причем, да, они вот это вот, играющие, расходящиеся по всему телу, вот, и, мало того, что энергетические, еще есть такая реакция, стричная реакция организма, да, перекрытие воздуха, да, то есть, в общем-то, в общем-то, вот эта энергия, энергия твоя, уже твоя, ты, вот этот период, который я назвал ночью, ты получал энергию, ты получал энергию, информацию, свет, там, можно, как хотите, да, вот, те, где царь оставил тело, да, местным жителям никто не мешает, да, никто не умничает, кажется, нужно убирать, подметать, да, они сами все сделали, как нужно, ты, собственно, когда вернулся в это тело, оно же, в общем-то, в другом состоянии, в убранном-прибранном, да, там, где, собственно, были проблемы, насколько это возможно в этот период времени, в этом масштабе, да, они, в общем-то, залатались, залатались, там, латаются, или, там, запущен процесс восстановления и тому подобное, вот, значит, это произошло, все, то есть, то, что нужно было взять и оставить в этот период, он закончился, дальше, если ты находишься в этом положении, да, там, сознательном, полусознателем и еще что-то, это все плохо, плохо почему? плохо потому, что я вам напомню, самая, самая большая и мощная чакра, это верхняя чакра, седьмая, да, это чакра, она, в общем-то, не зря называется чакрой тысячи лепестков лотоса, правильно, правильно вы подсказываете, лотоса, вот, это реально тысячи лепестков лотоса, да, ну, чтобы мы, как говорили, да, более образно и понятно, ну, вот, вы представьте, капусту, она вела капуста, да, это, вот, в понимании тысячи лепестков лотоса, да, или лепестки лотоса, если мы касаемся индийской культуры, то здесь полное соответствие к тому, что я сейчас расскажу, значит, ну, представляем, капуста, да, собственно, само слово капуста означает, что, да, произошло соитие, вот, происходит соитие, ну, в данном случае, на уровне света, да, но соитие с пустотой, да, как такового В, В нету, да, то есть, тот источник, источник, который вставлен, и в свете, да, он не встречает препятствий, он ничем не ограничен, в чем эта речь, ну, вы представьте, капуста, есть вилок, и вот эти вот листья, свернутые вилок, это, собственно, основа, да, это вот две трети тех листьев, о которых мы говорим, вот, они, в общем-то, располагаются вот здесь, вот это вот их расположение, как правило, внутри, собственно, они работают, они работают во многом, да, это то, что я расскажу, вот, у нас идет вот эти листья, которые не свернуты, да, они там, они собираются, они излучают, чем только они занимаются, как только они работают, не работают, да, в какую сторону, вот, их тоже много, их около трети, да, из всего вот этого вот растения, под словом капуста, и что происходит, что происходит, когда свечение, уровень работает этой чакрой, высокий, да, мы, я повторяю, что мы движемся, мы движемся, да, надеюсь, что тоже хотя бы кто-то взял, вот, и не просто я так, вот, значит, ну, если не сейчас, то потом, потому что с точки зрения опыта, то, что я рассказываю, это вещь такая бесценная, потому что можно долго куда-то биться, головой от стену, а потом оказывается, что это была не стена, а пол, да, и ты, собственно, не в том направлении работал, поэтому то, что я рассказываю, как минимум, должно помочь в правильном направлении, вот, и, собственно, что у нас тут происходит, если мы остаемся лежать, у нас происходит следующее, что мы набрали, что нам нужно, вот, а теперь мы, собственно, работаем в другую сторону, работаем в другую сторону, потому что это обмен, этот обмен некорректный, он не получается, потому что здесь вполне уместно прямая аналогия, дали ли какой-нибудь цветок, та же самая кувшинка лотос, да, или там, пускай роза будет, да, и вот одно дело, она стоит вот так, и, собственно, она, да, она такая рождена, и для этого, собственно, ее работа на это положение заточена, вот, а тут вы ее, там, взяли, положили, да, срезав, ну, ладно, срезал, опускаем, да, вы ее взяли, положили, она, как минимум, да, она примята с той стороны, на которой лежит, все то же самое, абсолютно все то же самое, вопрос другой, что чем меньше энергетика и количество этих лепестков, вот, ну, или там, качество, да, там, сила этих лепестков, да, тем меньше воздействия за и само положение тела, и предметов рядом, подушка, там, шапка, еще что-то, одеяло, вот, чем больше, чем больше эта энергетика, тем, естественно, вот это вот воздействие, да, уже в данном случае воздействие отрицательное, тем оно, естественно, больше, поэтому, что происходит, что происходит, человек, который находится в прямом направлении, если он вам проснуться, после этого времени, которое он сказал, критическая величина 3,5 часа, а желательно раньше, потому что, вот, вот, переход начинается примерно с полутора до, до полчетвертого, до этого часа, вот, и в этот период, собственно, желательно встать, а если ты еще за этот период остаешься лежать, то вот здесь, вот, как бы, да, вот этот минус, этот минус, он бьет по вот этому, вот, по верхней чакре, вот, и чтобы, да, понятно, что у кого там есть возможность чем-то заниматься, ну, тоже неплохо, у кого нет возможности, нужно поменять положение, нужно сесть в положение возлежать, как только вы стоите в положение возлежать, да, у вас голова вверх, вот, все, все, да, Вот эта часть, причем сюда входит и что-то не входит, ладно, неважно, значит, вот эта часть, она заняла нормальное положение и работает нормально и правильно, да, не во вред уже, а продолжает во благо, да, то есть, в общем-то, лет не получается, получается, опять же, лет, да, только лет ты как источник, а не как приемник этого лет. И, собственно, и самочувствие нормальное, и дыхание нормальное, и дыхание гораздо меньше, потому что как только ты лежишь таким образом в этом положении, у тебя, во-первых, дыхание больше, во-вторых, оно затруднено, вот, то есть, там два процесса, а один, один процесс, это, собственно, да, восстановление энергии детства, которую ты теряешь, это повышение дыхания, увеличение количества вдоха-выдоха в глубину, ну, с другой стороны, да, стремление, другое часть, да, другое часть, энергетическая часть организма, стремление, наоборот, уменьшить, купировать эту вещь, да, это частичное перекрытие пазух носа верхних, ну, и, соответственно, там полузаложенность носа, да, и ты вынужден, как правило, да, открывать рот, да, то есть, это приводит к вынужденному дыханию через рот, то есть, тут, вот здесь нет отдельных вещей, все вещи взаимосвязаны, да, и, однако, казалось бы, да, какая-то милость, на которой мы не обращаем внимания, и считаем, что нужно не вот так, а вот так вот, конечно, что-то глупость, но ночью взять и сеть. Конечно, мы все уникали, нам сказали, что нужно вот так, да, не зависит от того, кто, где, чего, как, вот так вот и все, вот без варианта, вот это здоровье, все остальное варит, вот, значит, и, соответственно, да, как только занимаешь правильное движение, энергетический обмен, все нормально, да, процесс цвета и роста, да, продолжается, вот, ну, и, соответственно, это, таким, же положительным образом влияет и на весь организм, и на энергообмен, здесь хотелось бы сказать, такое важное пояснение сделать, вот, у меня, если я с кем уголю, да, вот, всегда там проводятся налоги, ну, я сам пытаюсь, да, проводить налоги между индийской культурой, вот там йоги, да, йоги вообще, не йоги в частности, да, позиция, то есть крестив ноги, да, вывернул их снаружи, и вы поймете правильно, я абсолютно согласен, я абсолютно согласен, там же ситуация следующая, что, почему, почему они так делают, и и, почему тебе могут подложить, ну, здесь основа, все-таки, в том, я еще раз повторю, да, как говорил один главный герой от шестой палаты, да, говорит, эта философия хорошая, вот, но не для нашего климата, и вот то же самое, да, ведь, вот, что такое, нет, там, скрестив ноги, например, по-турецки, так долго сидеть тяжело и не получается, там, да, даже по-японски, да, вот, как бы, на них, это выверт, вот, вот, ступни, вот так вот, да, по-турецки, это, у тебя колени свисают, и опора идет, давление на косточки боковые, да, на ступеные, вот, тоже долго не просидишь, это, любое такое сиденье 10-15 минут, ну, то, что ты там всю жизнь привыкал, это, это, конечно, хорошо, ну, не в этом сути, не в этом цель, да, привыкнуть к такой позиции за всю жизнь, ну, это не является целью, уж как минимум роста, да, поэтому, и там же тоже, да, если мы вернемся к более теплым странам, да, вот, такое положение, просто ноги расслаблены, а-ля турецкий вариант, да, там, понятно, что ты можешь опираться на песок, на что-то мягкое, вот, там, и, там, что-то подложить, вот, это вот, вот, еще раз, затот климата, в нашем климате даже предположить, что у тебя есть подушки, да, можно более-менее нормально расположиться подушками подперев колени, да, чтобы они не свисали, ну, все равно вопрос косточкам остается, да, как-то их умастить, там, тоже не, 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 это самое, не очень просто, вот, и вообще, вот, такие крайние положения неестественные, это неестественное для человека положение, оно приводит к затеканию, потому что, в общем-то, у уросов, уросов, верх, верх над видя человека на земле, это творец, да, творец, он на жопе не сидит, вот, он, он двигается, он работает, он трудится, он трудится, вот, и, собственно, вот это вот положение, да, вертикальное, оно нормальное, оно стандартное, причем, что интересно, если вы обратите внимание, вот, просто, что-то делая, что-то делая, не тяжелая, ну, и, как бы, не особо легкая, да, желательно, средние нагрузки хоть иногда, вот, что-то делая, физически передвигает, двигает, вы гораздо в более лучшей форме и состоянии, чем, там, те, которые, вот, он отдыхает, 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 он с утра до вечера отдыхает, вот, ну, вот, выглядит настолько паскудно, весь больной, все болит, приходится, а после этого отдыха, круглосуточного, таблетки, ничего не помогает, короче, вот, жизнь такая плохая не удалась, ёб твою мать, подними жопу, начни работать, я больной, это вот, как этому, Илью Мурманскому, да, сказали, это у меня бабушка называла Мурманскому, значит, Илье, Илье Мурманскому сказали, да, ты, хватит лежать, подними, подними, все будет хорошо, начни двигаться, да, там одно за другим пойдет, даже со своей бедой в районе позвоночника, да, ты, ты сможешь, да, с помощью своего света, вот, делать то, что тебе нужно, да, не обращаясь на дело внимания, начни все получше, здесь то же самое, вот, и возвращаясь к тому, да, а какой вариант решения правильного положения уросов, а вот вариант решения правильного положения уросов, подобный решению у йогов Индии, это возлежание, это вот вы просто берете и возлежите, да, то есть это не лежа, не сидя, это полусидя, вот, ноги могут быть опущены, могут быть подняты, там, как бы, там, полуподняты, тут тоже вариант такой неплохой, вот, вот это вот состояние, состояние адекватное положению йога, но если йог постоянно в этом положении, да, и он живет в этом положении, то вы сами понимаете, роста веса, да, жить в этом положении не будет, он, это положение, потом на эту причину вынужденно и правильно, да, занимает лишь иногда и тому подобное, потому что, ну, например, если я буду говорить о себе, то мне лечь днем, да, как это, я лягу, лягу, отдохну, да, если лягу, мне хреново будет, причем сразу, где я лег, и мне гонят, что ли, да, если у меня какие-то вопросы по отдыху, да, это сидя, полусидя, полулежа, да, в варианте воздержания, причем буквально от 5 до 10-15 минут максимум, да, причем я могу, если там сильно устал, я могу на это время и вырубиться, там, или там полу вырубиться, причем этого отдыха хватает на весь день, да, еще и не только на этот, вообще это редко довольно происходит, то есть я, например, в постоянном движении, причем я себя таким образом чувствую не то, что лучше, а гораздо лучше, да, если бы я там что-то делал иначе, или там не делал вообще ничего, вот это вот, кстати, о птичках, вот это как раз и есть показатель правильного направления и фактически здоровья физического, вот, поэтому вот тут нужно важно понимать, да, вот это вот возряжание, но не просто так, и те кровати, которые мы иногда можем видеть, которые начались еще с Рассел, да, в общем-то, да, в таких развитых, это довольно короткие кровати, на которых не полежишь, не полежишь, там можно принять позицию только возряжания, вот, это, собственно, отсюда, но тут другая крайность, потому что все-таки вы меня извините, полежать нужно, вот этот период временной, что я назвал, начало ночи, поздний вечер сегодняшний, да, это период, когда нужно восстанавливаться, когда нужно оставить тело, душа должна оставить тело, вот, и, собственно, вот это вот расслабленное положение, положение, да, в таком, в оптимальном положении, положении тела, да, в оптимальном стояние, да, там, стояние, но горизонтальное, это взглядное лежание с вытянутыми ногами, вот это вот тут просто обязательно, поэтому вот тот вот перебер, который был там, только возряжанием, все, это тоже, как бы, не есть хорошо, да, это уже для больниц, ну, тут тоже с другой стороны, вот просто сейчас-то у меня не такое состояние, а вот потом, вот что интересно, да, вспоминая, вспоминая прошлое, следующий, следующий шаг, следующий шаг, да, и там, там, следующий шаг через один, это вариант, когда я действительно не смогу лежать, то есть, вы поймете правильно, энергетика, энергетика, настолько будет, в общем-то, да, такая энергичная, да, что, в общем-то, любое, даже в этот, в это время положение навык, да, будет сопровождаться, в общем-то, отрицательными последствиями, и фактически, если мы говорим о кроватях, которые рассчитаны только на возряжание, фактически это кровати только для ростов, да, то есть, вот только для ростов, ну, с другой стороны, да, опять же, если мы говорим о, да, любви, да, есть вторая половина, то там, в таком варианте, ты тоже, то есть, еще раз говорю, там, вот то, что я, то, что я помню, там, вот этот вариант, широкая кровать, в чем фишка, широкая, но короткая, да, то есть, когда ты располагаешься таким образом, это только возряжать, да, когда, там, вы, там, ты располагаетесь по ширине, да, это, соответственно, лежание вовсю, вот это считалось на определенном этапе, да, правильная кровать, и пользовались, в общем-то, таким образом, другое дело, что везде есть нюансы, да, у кого-то какие-то привычки, у него такие, у нее, там, такие, у него такое уровень, она, как бы, к ростам, к сожалению, не относится, либо еще, либо еще как-то, да, поэтому вот всегда есть целый набор нюансов, которые, собственно, и я определяю, да, а как они живут, по крайней мере, в этот период промежуток времени. Так, ладно, еще многое разговаривал.